Народная среда Не отпускает нас, к сожалению, тема санкций И вы в этой истории, как представитель комитета по бюджету, налогам В целом, человек, разбирающийся в экономике Мне кажется, довольно значимый эксперт И вы нам сейчас поясните, что это все означает Евросоюз анонсировал новый пакет санкций И в рамках него вводится, в частности, контроль над экспортом продукции двойного назначения На сумму более 2,3 миллиарда евро Также запрещается сотрудничать с компаниями из России Которые занимаются исследованием рынков и маркетинга Вводятся санкции против горнодобывающей промышленности, ну и так далее Но вот главный вопрос, наверное, который меня лично волнует И я думаю, радиослушатели меня здесь поддержат Контроль над экспортом продукции двойного назначения Это что? Ну что ж, я хотел бы, уважаемый Анатолий, приветствовать вас Наших уважаемых радиослушателей Действительно, разговор и тема, которую вы подняли, она очень актуальна Надо понимать, что после 24 февраля мы работаем совершенно в другой экономике Вы знаете, в первую очередь, наверное, мы прошли в этот период нестабильной экономики Несколько этапов От какого-то непонимания, да, до какой-то гордости Например, я уверен, что для многих пришло понимание, что Россия это не мировая бензоколонка Что это еще и житница, да, это еще и внутренний туризм и многое другое Да, вы правильно говорите, мы в ожидании очередного пакета санкций В ожидании ограничения, да, цены на нефть Что тоже, наверное, еще более непонятно Это что, полный отказ от рынка? Мы что, страна третьего мира или колония? Где наши обязательства по поставкам не выше какой-то установленной кем-то цены Мы же говорим о свободном рынке Но давайте основной вопрос, конечно, это экспортный контроль на товары двойного назначения Вы знаете, я как бы свою деятельность начинал в последние, наверное, так, годы Советского Союза, да Может быть, по каким-то своим молодым годам и непониманию Был критичный подход ко многим вопросам Но вот в настоящий момент мы все больше и больше осознаем Какой же промышленный потенциал Именно промышленный потенциал Нам достался от плановой экономики Советского Союза Ну, тогда была другая абсолютная история Мы сами были по собственной воле изолированы от всего мира И вынуждены были производить все группы товаров потребления народного, в том числе, самостоятельно Ну, в первую очередь мы тогда производили группу товаров, так называемого А Производство средств производства Вот И потом мы прожили несколько, да, после вот этой этапа индустриализации Мы не будем там говорить вот эти социальные, различные там этапы, да У нас было информационное общество, постиндустриальное общество, да Но, наконец-то, мы стали понимать, что товары, а самые главные средства производства Они не производятся ни в соцсетях, ни где-то в интернете, да Да, действительно, надо понимать, что сегодняшний научно-технический прогресс Он изменил Изменил подход к производству К его автоматизации Самое главное, он сегодня требует энергосбережения Опять, говоря про экспорте товара двойного назначения Да, практически все сегодня является, используется в любой отрасли, да От наших с вами бытовых каких-то вещей, да До военной промышленности Мы можем, да, привести в пример квадрокоптеры те же самые Которые, собственно, мы снимаем свадьбы ролики с детьми Да, совершенно верно Даже больше скажу, да Извините, меня вот у нас Я являюсь депутатом от Балашихи, да Сегодня можно говорить, что у нас есть микрорайон Заря В котором есть великолепный музей ПВО И там висит беспилотник Но там, извините меня, условно висит старый мобильный телефон Как товар двойного назначения, да Соответственно, сейчас устанавливается такой своего рода потолок В 2,3 миллиарда или что? Что это означает? Надо понимать, что мы сегодня говорим о региональном уровне, да Конечно, региональный уровень тоже зависит от федеральной повестки И мы сегодня больше, у нас одна из тем, о которой мы предварительно с вами говорили Это больше поддержка экспортеров, да Экспортеров, работающих на территории Подмосковья Да, как им из этого выжить То, что даст нам данный пакет санкций Ну, наверное, в первую очередь Мы в очередной раз еще более жестко задумываемся О необходимости производства Программного обеспечения Железа, да И опять, переходя плавно к Московской области Именно в Подмосковье сегодня для IT-технологий Созданы максимально льготные условия Причем для IT-технологий не только большой компании Но и небольшого, я бы сказал так, малого бизнеса И одним только критерием должно быть, что в их пакете оказания услуг Именно IT-услуги должны быть превалировать Там, по-моему, знаете, сейчас на скидку вдруг, если я говорю, что там около 80% предусматривается И у них уже и сниженный налог, если это малый бизнес И отсутствие льгота по налогу на имущество, если это большой бизнес То есть, вот данный пакет санкций В очередной раз должен заставить нас Вот именно уже заставить Уже непосредственно производить все в России Ну, мы же понимаем, что это очень долгий процесс Это измеряется не месяцем и даже не годом Это пятилетие, десятилетие, возможно Мы можем, конечно, опираться на опыт Там, сталинской России, там, Советского Союза, да? Когда мы должны были догнать и обогнать Америку? Ну, Америку мы обгоняли при Хрущеве, да? Да, но мы же понимаем, в каком состоянии была страна После Октябрьской революции Вот этот период становления, НЭП, раскулачивания пресловутой и прочее Национализация всего имущества Мы понимаем, в каком положении была страна Да, мы там сделали скачок Сейчас, ну, слабо верится, что мы этот скачок можем провернуть И при этом, вот вы говорите, что мы, да, мы не бензоколонка Но, тем не менее, львиную часть бюджета страны Все равно, так или иначе, мы от этого никуда пока уйти не можем Составляют... Углеводороды Углеводороды Соответственно, появляется история Потолок цены на нефть Который установлен там в размере 60 долларов за баррель Или, как говорит наш президент, за баррель При этом мы же понимаем, что это несправедливо Это бред Мы не готовы под этими правилами подписываться И мы не готовы там торговать нефть ниже рынка Но и остальные игроки рынка, они же тоже, я уж прошу прощения за выражение, не дураки Та же Индия, тот же Китай Они видят, что российскую нефть дороже 60 долларов покупать отказываются Запрещено Они же не пойдут покупать ее дороже 60 долларов И Россия оказывается в безвыходном положении Не получится ли вот так? Ну, давайте действительно нас все-таки тянет на федеральную повестку Мне сложно судить о мировой экономике Да, конечно, она оказывает непосредственное влияние Но опять давайте вернемся к самому простому Я с вами полностью согласен Это в первую очередь Даже не те санкции, которые дадут возможность покупки углеводородов по данной верхней цене Евросоюза Я с вами полностью согласен Это сигнал нашим сегодняшним покупателям Что не переплачиваете Не переплачиваете Я тоже с этим согласен И это действительно Впоследствии, конечно, это удар по нам Но возникает и второй вопрос А как долго они продержатся без этого? Да, между тем у нас там европейские страны уже закупают СПГ у США по завышенным ценам И уже поступают заявления о том, что они не готовы почему-то к таким условиям А Америка, ну, великая держава Они же сначала обрушивают рынок, а потом спокойненько на него заходят под теми условиями, которые сами придумывают Вы совершенно правы Опять мы должны вспомнить историю И Великую депрессию в Соединенных Штатах И, наверное, в первую очередь они вышли из нее за счет обнуления Европы Россия и Европы, да Потому что они же еще и поставляли свою продукцию, они развивались и так далее И, наверное, максимально использовали разницу континентов, да Когда живут на одном, да Поставляют на другой Ну, собственно, они делают сейчас то же самое Поставляют, устраивают тот же самый ленд-лис для Украины Украины, совершенно верно Мы даже можем с вами вспомнить, опять же, посмотреть И генерала Деголя, да, его последний золотой пароход Да, с пониманием того, что именно тогда закончилось золотое обеспечение доллара И мы сегодня видим всего лишь печатный станок определенных бумажек Ну, и почему-то никто не выстает против этого Ну, и мы выставать не будем Целая система А я думаю, наверное, мы с вами, ну, опять можем предположить, что это одна из основополагающих сегодня ситуаций Недовольство действиями Именно то, что Или, да, вот, развитие Ведь у России никогда не было колоний Давайте об этом говорим, да Англия Колониальная держава Я не знаю, там Испания Та же Америка, да Основана как колониальная страна Да, совершенно верно Колониальная страна, да Ну, почему мы никогда Сибирь не считали своей колонии? Мы ее осваивали, это наша территория Мы ее заселяли Мы ее обживали Совершенно верно То есть это совершенно, знаете Ну, опять ушли даже от экономики Ушли в какое-то там Понимание разных путей развития разных народов Это доброе, вечное И нам действительно есть чем гордиться И сейчас публикуется К счастью, публикуется огромное количество документов И просветительских программ Где рассказывается об истинной роли России за многие века Тот же тезис можно привести про немытую Россию Как он был насажден Как он был культивирован в сознании Не просто россиян, а мирового сообщества Все почему-то считают, что Россия была грязная и чумазая Но при этом мы забываем, откуда взялся парфюм И чем было вызвано его появление Тем не менее, возвращаясь к теме нашего разговора К экономике Есть ли чего опасаться нашим предпринимателям Которые уже, понятно, что мы мало зависим И мало работаем с рынками мировыми Мы сосредотачиваем, собственно, предпринимательскую деятельность Здесь внутри нашей страны Внутри наших регионов Вот к чему им готовиться Потому что, ну, уж простите Но вот этот вот санкционный станок Он больше, все больше и больше походит на взбесившийся принцип Принтер Вы знаете, я бы сказал так Что реальному сектору экономики Вот по мне Особенно с учетом тех мер поддержки Опять я уже скажу Подмосковье, да И всей федеральной повестки Как мне кажется, опасаться нечего Сегодня что происходит? У нас уходит какой-то большой сектор Я бы сказал так Спекулятивный Биржевой Хорошие оговорочки Да, да У нас уходит Некий такой вопрос Да, опять же Импорта углеводородов Перевалка Сопровождение и так далее То есть, вот этот сектор экономики Да Где работали достаточно высококвалифицированные кадры Но Наверное В любом случае Как бы конечный итог их деятельности Достаточно был сложен, да Как некая цепочка Я думаю, что сегодня очень важно Наверное, скажу такое Собственное мнение Это в том числе И еще открытость Конкурентность Внутренних Наших Производителей Да Потому что Есть у нас еще определенные там И промышленные группы Или что-то Которые также Сегодня Имеют определенные приоритеты Если мы в федеральной повестке Пойдем Вы все меня толкаете на федеральную повестку Да Но Московская область недалеко от Москвы ушла Да причем Тут Москва тоже Москва это не вся Россия Безусловно Москва это не вся Россия Безусловно Здесь не посмотришь Вот это Ни в коем случае И Наша задача И сегодня Извините Это единственная наша возможность Это выстраивание Внутреннего конкурентного рынка Мы сегодня находимся В режиме Специальной военной операции Да Вот Вы знаете Некоторое время тому назад В очередной годовщине Нашей победы Нашей победы Над фашизмом Да Мы в рамках комитета Тогда это было только по бюджету Готовили интересную подборку материалов Да Роль финансов В Великой Отечественной войне Вот Роль финансов Казалось бы Да Совершенно был Одна укладная экономика Да Это вообще можно не экономика была Да По разному ее называть Да А вот сегодня мы начинаем Работать В данный В данном режиме Да Когда у нас Многоукладная Я уже по старинке скажу Да Из политэкономии Многоукладная экономика Рыночная экономика Да И выстроить эти механизмы И задачи И защитить производителей Вот сегодня Это задача власти Чтобы заводы Продолжали свою работу Чтобы определенные Да Не только Ведь это тоже важно Сегодня поднималось У нас не только военно-промышленный комплекс Сегодня работает Да У нас во многих городах Я бы сказал так Мининвест этим занимается Есть ключевые производители Которые практически поддерживают Бюджет Регионы Или муниципального образования И это важно Чтобы он Продолжал свою работу Да Вот мы сегодня находимся с вами В светлой и теплой студии Значит нам Нужно Чтобы все системы Нашего коммунального хозяйства Да Опять же Всей страны И единой энергетической системы И единой Газопроводной системы Или газотрубной Называется Могу немножко сейчас спутать Да Она так же работала И она задумывалась И досталась нам наследствовать Украина сколько лет Эксплуатировала Да Свою газопроводную систему Всего лишь перегоняя по ней Газ в Европу Да И получая с этого Достаточно большие дивиденды Причем это опять же Строилось и так далее Всей нашей большой страной На тот момент Вот это наша задача И вот сейчас будет неожиданно Мы переходим к следующей теме Народная среда И вот на фоне вот этих санкций Вот этого давления Вот этой попытки Изоляции нашей страны Буквально вчера пришла новость От министра инвестиций Промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева И которая заявила о том Что до конца года Текущего имеется ввиду 22 года Московская область Может экспортировать Различных товаров На сумму порядка 15 миллиардов долларов Для сравнения Предприятия Московской области Экспортировали товаров В прошлом году На 11 миллиардов рублей То есть прирост В 3 миллиарда Долларов Это что-то Произошло Тарас Васильевич Или С одной стороны Мы ограничиваемся А с другой У нас наблюдается Откровенный рост С чем это может быть связано Но вы знаете У нас Также продолжаются Ключевые наши партнеры Да Это бывшие страны СНГ Это у нас Китай Индия Да И достаточно большое Количество продукции Экспортировалось И будет продолжать Экспортироваться В данные страны Но Если уж Вернуться Да К докладу Екатерина Анатольевна Она делала упор Что у нас В значительной степени Вырос в первую очередь Еще и Рынок Африки Латинской Америки Да Вот Вы знаете Я немножко Еще больше сокращусь Региональной повестки На Свой родной Железнодорожный И скажу Что в свое время Железнодорожный Был побратим С городом В Словакии Да В Словакии И Самое главное Вот используют Эти экономические связи Балашихана с Китаем Железнодорожный Железнодорожный Тогда со Словакией Вот Какие отношения Интересные Вот И Было Очень много Интересного И оказалось Что основной Экспорт Словакии Многие экспортные Моменты Сохранились Это Поставка Для Атомных станций Словакии Которые Приводятся В электросталь Вот сейчас Возникает вопрос Если Закрыть этот рынок Чем дальше Закончится Энергетический рынок Словакии Я не готовился К этому вопросу Да Но мне тоже Вот интересно Вот вы говорите Да Ведь Настолько Эти связи Были выстроены Особенно Связи Между Тогда Партнерами Да Странами Совета Экономической Азербайджан И Мы же Видим С вами В том числе И с федеральной Повестки Что Товарооборот Товарооборот Там растет Вот опять Если вернуться К докладу Да В чем же Что экспортирует Подмосковье Да Это очень главный Такой вопрос Действительно Вот Мне хочется Очень хочется Понять Из чего Сегодня состоит Экспортная база Московской области То есть Понятно Что это Могут быть Разные группы товаров Абсолютно Не связанные Между собой Но тем не менее Ну Вы знаете Наверное Вот все-таки Немножко удивит Что Московская область Это не какой-то Большой Сельхозрегион Да Но мы являемся Экспортерами И мясомолочной Продукции И мы сегодня Стали понимать Да Что Россия Мы уже говорили С вами Это определенная Житница Да Мы говорим В том числе Что у нас Производится Корма для животных Вот это опять Я просто Вот вместе с вами Иду И мы обсуждаем Тот доклад Который Был Но опять С чем мы можем Столкнуться С какими вызовами Надо понимать Что увеличивая Количество экспорта Мы должны Поднимать Компетенцию Экспортеров Мы должны Упростить Сертификацию Да Упростить Как раз Выпуск Этой продукции На рынок Тем более Мы говорим Уже перечислим Да Это бывшие страны Которые вообще В какое-то время Там назад Экспортом Не считались Это были Внутренние связи Советского Союза И эти Схемы до сих пор Работают У нас Сегодня В Московской области Создан фонд Внешнеэкономической Деятельности Очень интересный Инструмент Да Вот мы в комитете Обязательно Также познакомимся С его деятельностью Мы вот Говорили о грандах Предпринимателей Малого бизнеса Среднего Да Мы говорили О Той Высоконаукоемкой Продукции Это тоже Очень большой вопрос Наукоемкой Продукции Опять Мы сегодня Не должны Забывать Что в ту же Индии У нас В том числе Подмосковные Определенные Предприятия Достаточно большой Продукции Вооружения Поставляют Того вооружения Которое Действительно Показывает себя И конкурирует И мы сейчас Видим Конкурентные Преимущества Слава русского Оружия Она у нас еще Чуть ли не С петровских Времен идет Тем не менее Ну вот Вы приводите В пример Индию Но Зачем далеко Вернее Зачем так Близко смотреть Давайте посмотрим Чуть дальше В октябре Экспорт Импорт из России Не крути И портом И пяти морей И узлом Основных дорог Авиаперевозок И дорог Совершенно верно Нам здесь Повезло Нам проще Выстраивать Какие-то Бизнес-процессы Поскольку У нас Логистическое Плечо Оно Получается Короче Но тем не менее Вот В данной ситуации У бизнеса Сложности Остаются Вот вы В рамках Деятельности Комитета О котором Вы Уже Много Рассказали Вы же Взречаетесь С предпринимателями Вы знаете На повестке Очень сильно Стоит Вопрос Администрирования Администрирования Административного Давления На бизнес Проверок Иногда Сложных Вот сегодня Знаете Я в пример Приведу Налоговую Службу Которая Полностью Меняет Свою компетенцию Говоря о том Что она Некая сервисная Служба Тарас Васильевич Я вынужден Вас прервать На этой Ноте Поскольку Мы должны Внезапно Уйти на новости Уйти на новости С Тарас Васильевич Мы обсуждаем Экономику Санкции И Поддержку Бизнеса В Московской области Это было Одной из Главных тем Перед уходом На новости Тарас Васильевич Давайте продолжим Вот санкции Санкциями Экспорт у нас растет Экспорт Московской области Сейчас К концу года Должен составить Порядка 15 миллиардов Долларов Об этом заявила Министр инвестиций Промышленности И науки Подмосковья Екатерина Зиновьева Накануне Она это заявление Сделала На форуме Экспортеров Подмосковья Тем не менее У бизнеса Остаются проблемы У бизнеса Остаются проблемы Бизнес не понимает Куда ему бежать Что делать И что происходит В целом С мировой экономикой С российской экономикой Готовится к рискам Наверное Соответственно Роль власти Она сегодня Как вы правильно Уже заметили Она Возрастает Потому что Действительно Нужно адресно Оказывать Помощь и поддержку Тем предпринимателям Которые сегодня Здесь и нуждаются В ней Тем не менее Какие нововведения Есть Чем можно похвастаться И о чем бизнесмены Просят Коррелируется Это или нет Ну в первую очередь Постоянный Достаточно Запрос Бизнеса Это Ну во первых Не то что Даже легкие Правила игры А Постоянные Правила игры Не меняющиеся Правила игры Очень важно Потому что Через какое-то время Мы всегда Входя в определенное Новое правовое пространство Да Мы в нем Адаптируемся Да И оно становится Для нас Определенной Комфортностью Второе Это И то что Сегодня Много Мы об этом Говорим Это Администрирование Бизнеса Да А именно Избыточные Проверки Реально Избыточные Проверки Вот мы с вами Остановились На Теме Налоговой службы Которая Сегодня Действительно Перешла Больше В разряд Никакого-то Карающего Меча Не выходящего И Отвлекающего Там или что-то Бизнес Да нет В сегодняшний Момент У них Действительно Тот Учет Показательный Да И если Бизнес Представляет Временную Отчетность Да Если Эта Отчетность Бьется И проверяется Да В той же Самой Су-НДС Наверное Откроем Тайну Для бизнесменов Это давно Не тайна Да Когда они Берут НДС К зачету То Налоговая Служба Видит Как он Распределяется И где По каким Операциям Он сошелся Если Все Сходится И действительно Частота Партнера Высока То и Вопросов К бизнесу Нет Да Мы сегодня С вами Вот так Предварительно Да Вот Если можно сказать Так Кулуарах Обсуждали То Нововведение Которое Предполагается С 1 января А это Единый Налоговый Счет Что Такой Единый Налоговый Счет И может Быть Кто-то Сейчас Говорит Да как Это Что Да Элементарно Говоря Об едином Налоговом Счете Мы Говорим Что Задача Бизнеса Саккумулировать На едином Налоговом Инспекции Разбросать Это По Получателю Вот Например Самый Простой Вопрос Мы Почему-то Забываем Даже Если Небольшой Предприниматель Но Ведет Бизнес Например В Балашихе Да В Павловском Посаде Я не знаю Там В Богородске Да То Он Должен Зарегистрировать Обособленные Подразделения Он Должен Оплачивать Местные Налоги В первую Очередь НДФЛ С тех Работников Которые Там Если Он Даже Небольшой Бизнес Но У него Там Пять Торговых Точек Он Должен Посылать Отчеты В пять Налоговых Инспекций То есть Это должна Быть армия Бухгалтеров По месту Но знаете Даже Не столько Армия Бухгалтеров Бухгалтеров Может быть И немного Но Это Трудозатратно Опять При вводе Того Линого Платежного Поручения Есть Большой Риск Ошибки Указать Не тот Биг Получать Или что-то И будет Очень долгий Процесс Во-первых Если Это Не заметил Тебя Накажут За несвою Временную Оплату Потом Еще По результатам Сверки Тебе Надо Будет Вернуть Это Ну Вначале Надо Будет Заплатить Второй Раз Многие Предприниматели Я думаю Помнят Когда Переход И Передачу И это Правильно Пенсионного Фонда Платежей Стала Заниматься Налоговая Служба Но Какой Процесс Прошел Вы знаете Самое Простое Что Можно Сказать Это Начни С себя Вот Я Многим Напомню Даже Не Предпринимателям А просто Гражданам Что У нас 1 декабря Истек Срок Оплаты Имущественных Налогов Имущественного Налога За предшествующий Период Вот Мне Надо Было Оплатить Налог На землю На Недвижимость На Определенные Доходы Физических Лиц Я Действительно Увидел Свои 4 платежки В личном Кабинете И Что Я Делал Раньше Я Должен Был Сделать 4 Платежа Но Сейчас В личном Кабинете У меня Вышла Одна Сумма Она Меня Вначале Знаете Как бы Так Сказать Озадачила Я Потом Обязательно Проверил А так Ли Он Разнес Или Что То Ну Знаете Все Что Все Новое Внедряется Со Сложностью Но Я Оплатил Всего Лишь Один Платеж И Налогу Инспекции Сама Разнесла Имученные Платежи В том Числе И Земля Например Московской Области И Часть Квартиры В Москве И НДФЛ Еще В третьем Получателе Я Получил Просто Оплаченные Имученные Налоги То Есть Такая Возможность Для Предпринимателей Сегодня Тоже Подъявится Но Иными словами Вы говорите О том Что Единственный Наверное Запрос Бизнеса Вне Зависимости От того Пандемия Коронавируса Начало Спецопераций Или Еще Какие Нибудь Катаклизмы Единственный Запрос От бизнеса Это Не мешать И сделать Их Работу Лучше Совершенно Верно Постоянное Правило Игры И Уменьшение Административного Давления Кстати Раз Мы Заговорили О налогах Мне Сейчас Вспомнилась История С началом Пандемии Указом Владимир Владимирович Путина Ну я могу Сейчас ошибаться Скорее всего Это был его указ Был введен Мораторий на проверки В том числе Налоговый То есть Без Необходимости А необходимость Например Может возникнуть Налоговые проверки В случае Например Выхода На фирму На банкротство Тогда Необходимость Понятная А в целом Плановые проверки Были отменены Это случилось По-моему В середине 2020 года Вот с тех пор Что-то и поменялось Вы знаете Мы тогда Опасались Что вдруг Бизнес сейчас Распоясается И у нас вернутся Не дай бог Вот те времена Обнала Которые были Скажем До 2014 года По стране Ну мы с вами Только что Говорили про Автоматизацию НДС И Сегодня Камеральные проверки Именно с выходом Налогу инспекции Это редкость У нас Больше и чаще Могут прийти Какие-то Инспектора По благоустройству Еще чему-то Да Депутаты Приходят Почему Депутаты Да Извините меня Народные контроли Почему 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 Депутаты приходят Ну наверное Знаете Я не знаю Хотелось бы сказать Я бы предложил Коллегам Депутатам Все-таки Не приходить В бизнес А то И могут Как бы За шею Вытолкать И правы Ведь будут И правы Ведь будут Да Вот Так все-таки Мы-то Говорим Больше О Тех проверках Которые Не связаны С безопасностью Да О Например И сегодня Это очень здорово Что сегодня Например Не нужно Вносить изменения В лицензию Если была Лицензия И почему-то Раньше Она действовала Какой-то период Ну что Изменило Все предприятие Он же Отлицензировался Он же Соответствует Доказал Зачем Каждые Три года Пять лет Не знаю С какой-то Периодичности Есть разного Рода лицензии Есть лицензии Которые даются При наличии Например Оборудования Оборудование Можно продать Можно сломать Можно утратить По тем или иным причинам Пожарная сигнализация Например Может выйти из строя Ну вот У нас почему Вы знаете Там-то как раз Вопрос не лицензии А оперативного контроля Оперативного контроля При строительстве И так далее Ну зимние вишни Это действительно Это горе Это беда Да Но вот мы например Вчера Разбирали очень Интересную ситуацию Вот нас Комитет И так далее Замучили Владельцы апартаментов Из муниципального Оборудования Мытища Какие нехорошие Мытища Которые Которые требовали Снижения Налога Для апартаментов Стали разбираться Да нет Люди купили Свою недвижимость И когда покупали Они же говорят Нет Мы не обязаны смотреть Государство Должно разбираться Они купили Нежилые помещения В торговом центре Не буду называть Наименование Торгового центра Да Еще скрытая реклама И действительно У нас торговые центры Насчитляются По кадастровой стоимости По виду использования И так далее Действительно Они переплачивают Им все говорят Идите в суд Доказывайте Что у вас апартаменты Нет Может быть там Их мотивируют Владельцы торгового центра Или что-то Нет Вы говорят Там сделайте Сделайте Новую какую-то ставку Видите Для нас И попытка Объяснить Мы что Все торговые центры Должны Снизить Налоговое бремя Только потому Что кто-то построил А еще Очень интересно Кто ввел Разрешил И как вы Купили Нежилые помещения Торгового центра И говорите Да нет Мы тут живем На самом деле Это старая практика Ей уже лет Двадцать Если не тридцать Вовед Исполнится Предлагаю поговорить О добром Светлом И вечном Народная среда Декабрь для Подмосковья Традиционно Традиционно Проходит под знаком Премии губернатора В этом году Она называется Мы рядом Точка Доброе дело Во времена ковида Она называлась Просто Мы рядом Если Не изменяет память При этом Первоначальная Премия В тринадцатом году Называлась Наша Подмосковья Из года В год Она конечно Претерпевала изменения Учитывая обстоятельства В стране и мире Сегодня Вызовом Главным вызовом Для нашей страны Это является Прежде всего Конечно же Специальная военная операция И Судя По заявлению Андрея Юрьевича Воробьева Мы здесь Должны быть Рядом Тарас Васильевич Ну вот В целом Сейчас Идет такой Тренд На На благодарность Мы говорим Спасибо Волонтерам Да У вас Недавно прошел День рождения партии Где вы Также говорили Огромное Спасибо Волонтерам Благотворителям Которые Закупают И гуманитарную Помощь Для нужд Как новых территорий Так и Мобилизованных Наших Ребят В целом Там каким-то Специальным Наверное Подразделением Воинским Вот Что происходит Знаете Ваш коллега Денис Перепелицын Мне очень понравилась Его цитата Он Сказал Что Волонтерство И благотворительность В целом Это такой Индикатор Здоровья Гражданского Общества Вот Разделяете ли вы Этот тезис Я задумался Нет Как раз Вы знаете Желание Помогать Особенно Если Это Есть Возможность А волонтерство Это Предполагает Оказание Помощи В любом Виде Благотворительность Все таки Предполагает Что Вначале Человек Должен Иметь Возможность Для Этого Волонтер Может Потратить Свободное Время Еще Что Это Очень Важное Движение Мы Немножко Вернемся К премии Наши Подмосковья Да Очень Интересная Премия Она Действительно Давно Реализуется Она Всегда Востребована Мало Какой Регион Может Таким Поход Вы Знаете Ни В коем Случа Не Давая Оценку Данной Премии Я Могу Сказать Что Наши Подмосковья Уже Не Первый Год Да Два Года Уже Действует Инициативное Бюджетирование Сейчас мы много говорим Да Вот Это В свое время Из депутатской Программы Уже Становится Максимально Всенародной И она Некий Аналог И антипод Премии Наши Подмосковья Наши Подмосковья Это Когда Человек Сделал Что-то И его Труд И вклад Оценен Да То есть Но для этого Он в начале Должен иметь Возможность Финансы Или еще Что-то Да Инициативное Бюджетирование Предполагает Участие Гражданин Что он Кроме Пока Своей Активности Да Разработать Идею Собрать Единомышленников Доказать Ее Необходимости Жизнеспособность И получить На это Бюджетное Финансирование Понимаете То есть Мы Опять Все формы Должны быть Из-за этого Есть и Волонтерство Да Есть благотворительность Но Не у каждого Волонтера Есть возможность Да И Это очень важно Когда он проявляет Участие И так далее Вот мы В очередной раз Ну ладно уж Рассказал Собираемся На Донбасс Да Нам говорят Слушай А коробку С носками Вот у нас бабушка Связала В партии Да Мне партия Говорит Возьмешь Я говорю Слушай Мы такой машине У нас там Такое Это Бабушка Связала Да Говорит У нас бабушка Возьму Потому что Это волонтерство Хотя Все остальное Наверное Связано С благотворительностью Хотя Там идут Большие там И задачи Большие там И в том числе И суммы Но вот это Волонтерство И помощь бабушке Защитникам Да Что она сама Связала носки Конечно возьмем Поговорим еще Немножечко О премии Я напомню Что премия Была учреждена По инициативе Губернатора В 13-м году За это время Много что случилось И Скажем так Зарождалась она На заре Вот этих Молодежных Движений Грантовой помощи На социальные проекты На Ту же самую Помощь людям Но вот на сегодня На сегодняшний день В текущем году Мы видим Что Получено Почти 2000 заявок Это повторюсь В этом году 2000 заявок От 8500 Участников Работали Целые коллективы Больше всего Отличились У нас Люберцы Раменский И Одинцовский Городские округа В этом году Фонд премии Общий составит 60 миллионов рублей И его разделят Между 120 победителями Ну вот В целом Премия Понятно что Оно должно быть Как вы сказали Но для чего Это нужно Стимулировать Гражданскую Активность Какую-то Поощрять ее Я бы сказал Выразить Свою благодарность Тем активным людям Которые проявили Доказали И сделали Помогли Но в виде Благодарности При этом И с большой надеждой Что они продолжат Эту деятельность И полученный Грант Также используют Для продолжения Своей работы Да Не на мороженое При этом Стоит еще отметить Что 5 декабря У нас отмечался В стране День добровольца На сегодняшний день Более 27 тысяч Человек Входят В движение Волонтеры Подмосковья И движение Объединяет Все действующие В регионе Объединения Организации И в день Добровольца Кто только Не поздравлял В том числе И правительство Московской области Вот для вас Волонтеры Вот это что Это же не только Бабушка Которая вяжет По собственной Инициативе Носки Нашим бойцам Ну а вы знаете Вот Мы сейчас Затронем Партийный проект Да Мы затронем То волонтерское Движение Которое Под эгидой Именно партии Через фракцию Един Россия Зародилось В Московской Областной думе Зародилось Во фракции Их местных Совета Депутатов Когда Вы знаете Вроде бы Тоже казалось бы Началась пандемия Я могу Рассказать Первый случай Пандемии Когда Никто ничего Не понимал И так далее И думаю Зачем Это волонтерство Зачем Я Первые тяжелые Месяцы И мне кто-то Даже там Потом посчитал Да вот он На служебной машине Да вот он На это В рабочее время С двумя пакетиками Во сколько Там это Пакетики Обошлись Там Это А я посетил Ту семью Это практически В центре Балашихи Да И там Недавно Она переехала Они переехали Да И Глава Семейства Военнослужащей Дивизии Дзержинского И просто Был На службе Да А его Супруга Недавно Переехавшая И так далее Хоть и находилась С двумя Детьми Вот Нагнетание Это было Какое По пандемии Да Она просто Опасалась Выходить Из дома Да И оказалось Что это Востребовано Понимаете Что это Востребовано Если можешь Сам Если Сам Как-то Себя Преодолел Докажи И покажи Другим Это было Поддержано Вот сейчас Да У меня Идут Встречи С семьями Мобилизованных Знаете Я все время Считал Что встречи По мобилизации С коллективами Трудовыми И так далее Очень Сложные Знаете Вот это Общение И так далее Так вот Встречи с мобилизованными Они вне Внедряют Да Какой-то Оптимизм И надежду В отличие От встречи С вторым Коллективом Где по-разному Где-то еще Обосновывать Вот им Не надо обосновывать Они давно Уже все Для себя Приняли решение И поддерживают Выбор своих Мужей Своих сыновей Это совершенно Другое И многие Из них Ушли добровольцами И когда Тоже Начинаешь Это обсуждать Да Когда Вот там Были различные Еще у нас Тело движения В феврале Да По-разному Там у нас И соцсети Взорвались Опять должны Понимать Что ситуация Постоянно менялась Да Я когда Первый раз Завел Да я В свое время В Луганск В 15-м году Был Я могу сказать Я ждал этого Там 8 лет У меня такое было В соцсетях Да Оценка Моих слов Ну видите Сейчас эта ситуация Изменилась Люди понимают Зачем это нужно И что с этим Делать Совершенно верно А самое главное Еще бы Посмотрели бы Что будет Если бы этого Не было Не дай бог Вот Тоже хотел бы сказать Сейчас действительно работа И волонтерского корпуса И депутатов И предпринимателей Она развернулась Очень таким странным образом Я сейчас поясню Слово странное Я имею ввиду то Что пару лет назад Тяжело было в принципе Представить Такой поворот событий Мы помним времена Например нулевых 90-х годов Когда также например Были льготы Для предпринимателей И определенные налоги За участие В социальных проектах Они там по разному В зависимости от субъекта Назывались Но там за благотворительность За вклад Ну с определенными Какие-то преференции На уровне региона Предоставлялись И многие использовали Этот вариант Для собственно Сокращения налоговой базы Отчисляли там Какой-то благотворительный фонд Какую-то сумму Да Остальное Там экономили С собой же созданы Да Да Сейчас мы видим Что действительно Огромное количество людей Включилось в эту работу И преференции за это нет И преференции за это нет Это очень здорово Предприниматель в Кашире Владелец одного из заводов Предоставляет безвозмездно Складские площади Под гуманитарные грузы Отправляет в зону СВО Продукцию собственного производства Он там производит Укрывной материал В Люберцах Вот появился проект Мы рядом с семьей солдата Мы его обсуждали С вашим коллегой Александром Толмачевым Депутатом Госдумы Акция подразумевает Что предприниматели Оказывают бесплатно Семьям мобилизованных Свои услуги Бесплатно или там С хорошим дисконтом 50 предпринимателей Вот вы от лица партии Уже сказали Спасибо этим людям И понятно Что вы их объединяете Наверное под собой В том числе Да Там помимо президента Помимо губернатора И вот этих вот Административных Там органов И скажем так Исполнительной власти Но вот чем сегодня Является партия Это вот такое Министерство добрых дел Получается Или все же нет Как вы считаете Ну вы знаете Все таки Главная и основная Задача партии Да Это Борьба и удержание Политической власти Давайте с вами это поймем Да Откровенно Ну наверное Ну как-то не привыкли Это вслух говорить Вы знаете Как-то Ну я не покраснел Вот Я до этого был только В одной партии Назвалось КПСС Да И у меня Достаточно долго Было некое Такое Знаете Присматривание Да Потому что Вы правильно сказали Девяностые Да Привычка рассчитывать Только на себя Выживать самому Да А еще Действительно Если можешь Помоги кому-то А вот здесь Объединение Объединение Усилий Да Взглядов И я могу Честно скажу Я пересмотрел Это достаточно давно Я пересмотрел И я считаю Что не надо Этого стесняться Надо еще ввести Многое То хорошее Что мы тоже Подрастеряли Да И сегодня это И внутренний Партийный контроль И отчетность Извините меня Если мы формируем Эти представительные органы И так далее Да И тогда партии Заработают Еще с новой Силой Сейчас есть чем гордиться Сейчас есть Гордиться То что мы совместно Реализуем И объединяем усилия И совместно Реализуем Партийный проект Что мы Не стесняемся Да Своей принадлежности Партии Единая Россия Мы Про Единую Россию Я говорю Да То есть Мы говорим С гордостью О том Что И в сложный период И в сегодняшний Да Многие обращения В партию Реализуются За счет того Что именно Партия Да Как сегодня Определяющие Главные политические силы Страны Формируют И органы Власти И местные советы Да И имеет свое представительство В региональных парламентах Большинство Да В любом случае Большинство И федеральным тоже И несет ответственность Да Что много говорят Ответственность Но давайте тогда И понимать Что все что сделано Мы этим можем И обязаны гордиться Что в планах В планах Смотрите Конец года И мы все таки же надеемся Что В 23 год Если уж мы так честно Предельно говорим Мы надеемся Что Что то у нас Радикально поменяется И мы станем жить Если не Не супер Лучше То Хотя бы Капельку Вы знаете Новый год Это всего лишь Момент переменной даты Когда не только Поменяются первые Там циферка дня Да Числа Вторая месяца Но еще и год И никакого Знаете Если мы говорим С вами серьезно Серьезной передачи Мы конечно все верим В волшебство Мы ждем подарки От родных И близких Мы радуемся тому Если удастся провести Новый год с ними И встретить Это просто прекрасно Но если мы говорим Об экономических Политических процессах То Мы должны это создавать Мы должны планировать И добиваться А какого-то чуда Здесь ждать нечего Это был Тарас Васильевич Ехимов С вами Анатолий Сологубов Скептично немножко получилось Хочу сказать Я все таки рассчитывал Что мы на что-то помечтаем Тогда скажу за себя Я рассчитываю Что все таки В следующем году У нас будут Поводы для радости И все меньше поводов Для того Чтобы сосредотачивать усилия Я ни в коем случае Не против этих поводов Я вам говорю Что мы должны их планировать И добиваться их реализации Сами На своем уровне каждый Настоящий политик На этом мы закончим Спасибо что были с нами Народная среда